Репатриант из Монголии уже 20 лет проживает в Казахстане, но до сих пор не может получить гражданство. Учебный год на исходе, а скандалы только начинаются. И снова халатность врачей. Обо всем подробно прямо сейчас. Это программа «Народный контроль». С вами Талгат Байгужинов. Здравствуйте. Репатриант нелегал или кто ты без бумажки? Вот уже 20 лет в Казахстане живет яркитай Халял. Он приехал из Монголии, обосновался в Тимиртау еще в 93-м году. Тогда он работал по контракту. Но в 98-м решил остаться на исторической родине и подал документы на получение гражданства. Однако до сих пор ни своих бумаг обратно, ни вожделенного голубого паспорта яркитай так и не получил. Все это время мужчина надеялся, что оформит заветные документы и начнет новую жизнь на родине предков. Но не тут-то было. Недоумевающий репатриант утверждает, что его бумаги в миграционной полиции просто потеряли. И восстановить их никто не спешил. В итоге яркитай Халял научился жить без документов. Берется за любую черную работу, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. Кто и когда потерял документы, сейчас понять уже сложно. Но как дальше быть нашим героем? Мы решили спросить у представителей миграционной полиции. Нам заявили, что готовы помочь репатрианту. Но для начала яркитай Халял должен предоставить справку об отсутствии гражданства Монголии. Только на основании этого документа можно начинать процесс, утверждают местные миграционные службы. Ему необходимо будет поехать в посольство Монголии в Казахстане. При предоставлении этой справки мы будем рассматривать его материалы, документы о признании его лицом безгражданства. В случае признания его лицом безгражданства будем документировать удостоверение лица безгражданства. В последующем он на основании этого документа может ходатайствовать о приеме гражданства в Казахстан. Во избежание проблем при поездке из Тимиртау в Астану, именно в столице, находится посольство Монголии в Казахстане, миграционные полицейские обещали дать Иркитаю специальную справку. На основании этого документа и свидетельства о рождении, заверили специалисты, он сможет беспрепятственно доехать до места назначения, чтобы решить многолетнюю проблему. И снова школьный скандал. Родители и учителя обвиняют директора коррупции, утверждают, что руководитель Астанинской 67-й школы практикует постоянные поборы и оказывает давление на педагогов. В ответ на нападки директор решила привлечь возмутителей спокойствия к ответственности через суд. Но обо всем по порядку расскажет Амир Саминбетов. Эта инициативная группа состоит из родителей и учителей, которые решили единым фронтом выступить против действующего директора 67-й школы гимназии. По их словам, руководство учебного заведения постоянно собирает деньги с родителей и преподавателей, якобы на школьные нужды. Своё возмущение они решили высказать на собрании, куда пригласили представителей управления образования. Но журналисты здесь, судя по всему, не ждали. Попасть на собрание нам не удалось. После получасового ожидания к съёмочной группе, которую, кстати, пригласили педагоги, спустился заведующий. Ожидание журналистов в холле учителя снимали на свои мобильные, чтобы после предъявить доказательства вышестоящей инстанции. Спустя время съёмочной группе всё-таки разрешили присоединиться к школьным разбирательствам. Родители поочерёдно высказывали возмущение чиновникам от образования. Последняя, в свою очередь, увидев камеры, решили удалиться. Значит, по всем, по всем вопросам, в принципе, понятно, в общем, в общем. Теперь, конкретно, конкретно, по всем, ещё раз, по всем вопросам сейчас требуется более детальное изучение и, конкретно уже, возможно, даже компетентных органов. Я извиняюсь, у меня просто сейчас совещание, мне нужно ехать. Помочь журналистам разобраться, что здесь произошло на самом деле, чиновник от управления образования не пожелал. Не сумев удержать представителей управления образования, родители всё-таки рассказали о наболевшем. Говорят, устали собирать деньги на бесконечный ремонт в школе. Более того, возмущены, что их детей заставляют приносить из дома по 5 килограммов макулатуры. А на Новый год и вовсе обманули, утверждают представители инициативной группы. Собирали с каждого по тысяче тенге, обещали шоу с участием профессиональных артистов. Но на деле в школьной постановке сыграли сами старшеклассники. Столовая. С приходом нового директора у нас цены поднялись. Вот я только что говорила, да? У нас цены идут как в кафе, понимаете? Не как в столовой школьной. Плюс к этому само питание оставляет желать лучше. Там каши на воде готовят. Я сама два раза приходила, когда я этот ужас увидела, я начала возмущаться. Пришла социальный работник, начала на меня кричать, говорит, какое вы имеете право заходить в столовую. После этого турникеты поставили, все, никого не запускают. Но больше всего претензий накопилось у педагогов. Они приводят следующие факты. В начале учебного года под предлогом введения новых технологий с каждого учителя собрали по две тысячи тенге. Но никаких ноу-хау так и не появилось. А за пропуск работы даже по уважительной причине приходится платить директору по тысяче тенге за час. При этом актовые спортивные залы в школе сдаются в аренду. Субтитры создавал DimaTor. Школьная медсестра Салтанат Тауэшева тоже оказалась в черном списке директора. Говорит, начальница попросила поставить систему. Но та отказалась, потому что была занята детьми. За что ей поплатилась. Родители учителя надеются, что школьный беспредел здесь все-таки остановят. Только вот когда никто не берется сказать. Мы связались с директором той самой оскандалившейся школы. Альфия Мусаева не согласна с такими серьезными обвинениями. Напротив, обвиняет учителей, что те не пишут планы и не заполняют журналы. Она грозит своим подчиненным судебными тяжбами. Говорит, что подала иск на 12 учителей за клевету. Мы в свою очередь отправили официальный запрос в профильное ведомство, чтобы понять, останется ли в 67-й гимназии все как есть или будут еще проверки. Мы еще вернемся к этой теме в нашей рубрике «Обещали». Достучаться до врачей. Практика показывает, что это удается немногим. К нам в рубрику «Народный репортер» свое видеообращение прислал телезритель. Представился Максимом. С высокой температурой он сам приехал в областную Акмолинскую больницу номер 2 и просил помощи. Но утверждает, что столкнулся с бессердечным поведением людей в белых халатах. Врач просто отказалась его принимать из-за иногородней прописки. Мы не принимаем, у нас не положено, у всех есть определенные. Мы только принимаем областную Акмолинскую больницу. Это областная. Знаете, сколько городских больниц? Вторая городская, если у него герпо не принимают. Или инфекционная взрослая. Началось. То есть проблематично осмотреть человека? Ну вот, я ей сообщаю, она ей с ней спускается. Что я могу? А в мире врача какая-то? Сейчас пусть сама спустит. Можете спуститься? Просто они хотят, чтобы вы спустились. Я еще раз объясняю, что мы не обслуживаем гостей города. Ну, они хотят, чтобы вы хотя бы смотрели. Фамилию хочу сказать, пожалуйста. Аплодисменты. Учитывая, что все происходило поздней ночью, Максим был вынужден искать другую больницу. Мы связались с руководством учреждения, чтобы прояснить ситуацию. Неужели врач имеет право так поступать, даже если пациент иногороднее? И вот, что нам ответили. Врач могла бы сама прокомментировать, почему она так поступила? Она нам прокомментировала. То есть у нас есть объяснительная официальная. То есть она, ну, она, то есть признает ей действительно, что надо было спуститься. То есть там были какие-то моменты на рабочие. Но, в принципе, в любом случае это не оправдание. При обращении любого пациента доктор должен спуститься вниз и осмотреть. И это далеко не единичный случай халатного отношения со стороны врачей. С просьбой о помощи в нашу редакцию обратилась мама трехлетнего ребенка. Сын Мергуль заболел туберкулезом. Но обследовать ребенка бесплатно в 13-й поликлинике Алматы отказались. Женщина просила выдать направление на компьютерную томографию легких. Оплатить дорогостоящую процедуру Мергуль не может. Но ее жалобы так никто и не услышал, пока она не обратилась за помощью в нашу редакцию. После этого ситуация повернулась неожиданным образом. Прямо что пришло, я сказал, что моя жена позвонила в народный контроль, позвонила в Хабар. Они согласны на съемки, к нам завтра приезжают. И что произошло? Сразу же, на следующий день, муж утром поехал в поликлинику. И вот там встретила какая-то медсестра. Даже мы эту медсестру не знаем, да, это не с нашего участка медсестра. Они вообще не знают, какой там медработник. Он то есть встретил, отдал все сразу бумаги на руки. Сказал, там все подписали, электронный вариант высылали. Пожалуйста, идите, езжайте, все печати, все есть. При этом, конечно, никакого из руководства в поликлинике на месте не было. И вот потом, когда мы приехали во вторую городскую, там тоже все лежало на столе, все было подписано, все печати стояли. Почему так нельзя было сделать в первый раз, непонятно. Возможно, у руководства 13-й поликлиники Алматы есть свое объяснение ситуации. Пока нам это неизвестно. Просто они отказываются идти на контакт. И все же мы не оставляем попыток связаться с их руководством. Как не угодить в яму, если посередине тротуара, в буквальном смысле, провалился асфальт? Этим вопросом задается автор этого ролика. Жительница Алматы по имени Ольга сняла на свой телефон, как в самом центре городского парка образовалась гигантская впадина. На своей страничке в социальных сетях ее обращение собрало тысячи лайков. Правда, коммунальные службы, похоже, решать проблему не спешат. Ольга особенно опасается за безопасность детей. Мы угуляем от парка, но мы не смогли просто просить коляску с детьми, потому что тротуар просто-напросто провален. Это не одна дырка, там есть такая же вторая дырка. Разных два, наверное, больше еще нет. Но, к сожалению, мы ее сейчас не увидим. Но вот так объявляется вдоль парка и провалился в яму. Нерасторопные чиновники не только в Алматы, но и в Жизказгане. Они снова и снова обещают устранить проблему, но на деле ничего. Помните эти кадры? Мы показывали их еще зимой. Аварийная многоэтажка держится на железных подпорках. Это для того, чтобы дом не рухнул в одночасье. Чиновники обещали моим коллегам, что ремонт начнется в марте, потом отложили на апрель, а на дворе, собственно, май на исходе. А подпорки и ныне там. Зато обещания по-прежнему звучат. По заключению специализированной организации ТО «Жан-Аброс» в ноябре 2016 года первый подъезд данного дома был признан аварийным. Разработан светлый расчет. В данный момент рассматривается вопрос выделения денежных средств. Нам интересно, насколько хватит изобретательности представителям Акимата Жисказгана, чтобы в следующий раз придумать отговорку для очередного затягивания сроков. Неужели нет страха, что пока деньги найдутся, дом окончательно рухнет? На чьей совести тогда будут человеческие жертвы? А если у вас есть своя история для рубрики «Народный репортер», присылайте нам на номер 747-516-03-09 посредством мобильного мессенджера. Или пишите на электронную почту, а также в социальных сетях. Обращайтесь. Поможем. С вами была команда «Народного контроля» и я, Толгат Байгужинов. До встречи на Хабаре. Субтитры подогнал «Симон»!